ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ 24 Саша, веришь ты или нет? Но та карта, которую она выбрала, сейчас 24-я по счету в колоде. Когда я щелкну, ты это поймешь. Готов? Вместе со мной считаем. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Какая у тебя была? Нет? А, я забыл щелкнуть. Помнишь, я сказал, что нужно щелкнуть? Я забыл. Щелкай. Сам возьми колоду теперь. Аккуратно. И сам по одной считай вслух. На стол. Раз. Два. Быстрее. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Быстрее. Восемь. Девять. Десять. Быстрее. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четвертая. Какая у тебя была? Семерка. Покажи всем, что она. Вам понравилось? Да. Хотите знать, почему выпала именно эта карта? Это тоже мудро. Минуту терпения. Для этого фокуса вам понадобится колода карт. Все очень просто. Вы просите зрителя выбрать абсолютно любую карту. Он выбирает, например, это двойка пик. Затем вы убираете эту карту в самый низ колоды. То есть теперь она у вас снизу колоды. И вам нужно сделать так, чтобы зритель думал, что она где-то в середине, но на самом деле вы все время ее будете контролировать. Как это сделать? Вы берете двойку, слистываете ее вниз, помещаете на самый верх колоды и продолжаете замешивать. Таким образом создается иллюзия того, что вы перемешали все карты, но на самом деле двойка осталась сверху. Важно незаметно сделать так, чтобы карта зрителя оказалась сверху колоды. Затем вы кладете колоду на стол перед зрителем и просите его назвать вслух абсолютно любое число от 1 до 52. Ну, потому что в колоде всего 52 карты. Например, ваш зритель говорит 8. Так и напишем 8. Вы говорите зрителю, что сейчас, как только вы щелкнете, карта, которую он выбрал, окажется под тем числом в колоде, которую он назвал. Но мы помним, что двойка пик, она находится сверху. Зритель назвал число 8. И вы начинаете отчитывать 8 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмая карта, и это не карта зрителя. Абсолютно неважно, какое число он назовет. Ведь первая карта в колоде была карта, которую он выбрал. И сейчас эта карта, двойка пик, она находится здесь внизу. Вы ошиблись, и вы говорите зрителю, что на самом деле вы просто забыли щелкнуть. Ведь тогда чудо произойдет, когда вы щелкнете. Вы берете всю эту стопку, кладете ее наверх колоды, щелкаете, и еще раз считаете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь уже восьмая карта – это двойка пик. Именно та карта, которую выбрал зритель. Важно убедить зрителя в том, что вы не угадали карту, потому что забыли щелкнуть пальцами. Ярослав, у тебя есть наушники? Нет. Ну вообще, у всех же есть наушники? У меня есть телефон. У тебя есть телефон? У меня есть наушники. Есть волшебный способ, как узел перенести. Как это? Сейчас у вас научу, смотрите. Нам нужен будет узел для этого. Я умею. Умеешь? Я тоже умею. Узел. Видно узел? Да. Смотрите. И можно его перенести прямо сюда. Фокус-фокус. Фокус-фокус – это настоящий узел? Нет. Это вы просто его… Настоящий узел? Да. Да. Крутой фокус. Да? А сейчас я вам расспрою секрет прыгающего узла. Для этого фокуса вам понадобятся обычные наушники. Вам нужно будет их немного подготовить. Примерно вот здесь завяжите вот такой вот узел. Только сильно его не затягивайте. Важно не завязывать узел слишком сильно. Затем возьмите этот узел так, чтобы его не было видно, и он скрывался между указателями большими и средними пальцами. И вы можете начинать показ с того фокуса. Вы говорите вашему зрителю, что сейчас вы завяжете на них узел. Вы берете тот узел, который вы завязали заранее, и вам нужно взять его в зубы. Для наглядности я просто положу его на стол, я не буду брать его в зубы, потому что мне нужно вам объяснять, что делать дальше. Важно! Перед показом фокуса нужно протереть провод от наушников. Затем вы вытягиваете наушники вот так, и вам нужно завязать не обычный, а фокусный специальный узел примерно на середине этого провода. Оборачиваем провод вокруг указательного пальца, продавливаем провод внутрь той петли, которая у нас получилась, вытягиваем ее и завязываем. Получается вот такая петля. Затем нам нужно ее слегка ослабить, нужно, чтобы она была поменьше. И тогда это будет выглядеть как обычный узел. Чтобы узел развязался, нужно просто дернуть за провод. Еще раз. Продеваем, вытягиваем, затягиваем петлю и уменьшаем ее. Вот наш узелок. Теперь все, что вам осталось сделать, это вот это. Взять наушник в том месте, где у вас был заранее завязан настоящий узел, паду и туда, и показать, что узел перепрыгнул с одного места на другое. Итак, ребят, у меня есть 50 рублей. И карты мне нужна будет только одна. Проверь, что 50 рублей самые обычные. Мои, мои, да. Вот если завернуть карту в деньги вот так и щелкнуть, вы увидите, что карта может пройти сквозь деньги. И можно вырвать карту. Но что самое главное в этом фокусе? Деньги будут абсолютно целыми. Круто! Да! Как карта прошла сквозь купюру, узнаете через несколько мгновений. Парк! Круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этого фокуса вам понадобится колода карт, клейкая лента, ножницы и любая купюра. Возьмите колоду и достаньте из нее две любые карты. Возьмите одну из них и отрежьте от нее вот такой кусок. Этот кусочек вам больше не понадобится, вы можете его убрать. Важно! Карты можно портить только с разрешения родителей. Затем возьмите клейкую ленту и склейте две эти карты вот так. Склеим их в нескольких местах сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должно получиться вот так. Важно аккуратно склеить карту. Вы готовы показывать фокус. Вам нужно взять купюру и сложить ее вот таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем вы берете карту и купюру и говорите вашему зрителю, что вы сделаете с ними кое-что невероятное. И делаете вот такое движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем вам нужно обернуть купюру вокруг карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И перевернуть это все к зрителю лицом. Затем вы щелкаете пальцами. И разворачиваете купюру. Показывая, что теперь карта проникла сквозь купюру. И вы можете даже поводить картой по купюре. Будет создаваться полная иллюзия, что карта прошла сквозь. Важно! Никто не должен стоять у вас за спиной. Затем вам нужно просто резко выдернуть купюру. Затем перевернуть карту, убрать карту и показать зрителю, что купюра абсолютно цела и невредима. Ну вот, вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. То есть, объяснимый, конечно, но его разгадкой придется поломать голову вам. Итак, Денис, сделай руку вот так. Итак, сделай бяк-бяк. Бяк-бяк. Спасибо, что ему подсказываешь. Я думаю, он выучил текст. Давай, теперь ты слух. Бяк-бяк. Отлично, да. Это не имеет никакого отношения к фокусу. Просто прикольно. Держи руку вот так вот. На одном уровне. Смотри, первая карта будет четыре крестей. Я дам четверку крестей тебе. Зажми в руке. Что у тебя сейчас в руке? Можешь сказать, не глядя. Четыре. Чего? Крестей. Да. Вы все видите сомнение у него в глазах сейчас, да? Да. Посмотри, убедись в том, что это она. Все нормально, четверка крестей. И держи дальше так же. Вторая будет двойка крестей. Сейчас я их буду менять местами, два и четыре. Вам нужно будет следить, где какая, и пытаться понять. Хорошо? Да. Поехали, медленно. Если я двойку, положу наверх. Не глядя, можешь сказать, где какая. Где четыре, где два. Не переворачивая. Здесь два, здесь четыре. Правильно. Дай мне нижнюю. Держи крепко. Если я так крепко, держи, не переворачивай, крепко держи. Крепко держи только. Если я четверкой по двойке так ударю, я мог поменять, или ты почувствовала бы? Где четыре, где два. Давай. Сидели вы? Здесь два, здесь четыре. Здесь два, здесь четыре? Да. Нет. Нет? Здесь четыре, здесь два? Да. Так, вы сами не можете договориться. Давайте так, чтобы вам было проще, чтобы вы не спорили, можно просто щелкнуть, переверни обе. Обе переверни. Вот видите, как просто, ребят, со вниманием проблемы. Все споры решаются. Да, все споры решаются. Почему? Почему? Потому что невозможное возможно.